Что мы гордимся в Красноярском оркестре? Это очень важно, потому что это всегда двухсторонняя улица. Создать произведение искусства можно только тогда, когда из зала есть отклик, и этот энергетический отклик для нас важен как хлеб. Совмещать довольно трудно, но сейчас во время пандемии упростилось просто потому, что передвижение настолько затруднено, что я не могу путешествовать и перемещаться так же часто, как это делал раньше. Мы будем надеяться, что пандемия скоро закончится и все вернется в свое русло. Но я не единичен в этом плане. Большинство артистов, большинство дирижеров совмещают работу в разных странах и зачастую в разных континентах. Это всегда очень интересно. Я стараюсь, чтобы моя работа на других континентах, в других странах всегда помогала работе Красноярского академического симфонического оркестра. Я иногда привожу интересные произведения, с которыми я познакомился в других регионах. Иногда это солисты, музыканты, интерпретации, знакомство с местным фольклором и так далее. Ну и, конечно же, стараюсь сделать так, чтобы у оркестра была возможность посетить те места, в которых я работаю. Но, в частности, вот несколько лет назад мы с удовольствием съездили по нескольким странам Латинской Америки, а я очень часто там работаю, как приглашенный дирижер. Отличие методов в работе, наверное, нужно разбирать уже конкретно между двумя коллективами. Потому что в каждом городе, не только в каждой стране, но в каждом городе есть своя специфика, в каждом городе есть свои музыканты, как в каждом оркестре. Скорее всего, репетиционное время будет затрачено положительно, если я, предлагая свою интерпретацию, буду слышать интерпретацию музыкантов на местах. И вот когда мы создаем общую концепцию во время репетиции, эта работа наиболее продуктивна. Поэтому каждый оркестр требует очень индивидуального подхода и гибкости от дирижера. Чем гибче, умнее дирижер, тем более эффективно проходит, как я уже сказал, репетиции и лучший результат. Ну, начнем с последнего, принципа формирования репертуара. К счастью, Красноярскому академическому симфоническому оркестру доступен практически весь репертуар, который написан для подобного коллектива. И это плод очень серьезной работы. Конечно, первоначально было трудно подступиться к каким-то наиболее серьезным и наиболее трудным произведениям. Но сейчас мы можем исполнять абсолютно любые произведения, и это очень здорово. Это никак не ограничивает ни публику, которая, конечно же, хочет услышать как можно больше новой музыки, интересной музыки. Ну, и, конечно, услышать еще раз полюбившееся старое, то, что они уже знают. Что касается качеств Красноярского академического симфонического оркестра, эти качества были заложены знаменитым дирижером Шпилером. И это, прежде всего, человеческое отношение, та теплота в звуке и та гибкость в интерпретации, которая присуща музыкантам этого коллектива. Программа, которую мы исполним, во-первых, очень разнообразна. Это и произведение Золотана Коды, которое, скорее всего, для меня посвящено настоящей дружбе, настоящей возможности сосуществования различных народов. Это посвящено городу Голландии, который сейчас находится на территории Словакии. До этого был на территории различных центральноевропейских стран, но и входило, естественно, первоначально в Австро-Венгерскую империю. В этом городе интересно то, что в нем сосуществуют культуры и венгерские, и румынские, и чешские, и словацкие, и цыганские. И вот это сосуществование культур позволяет этому городу объединяться, праздновать все праздники вместе, знать фольклор друг друга и получать от этого колоссальное удовольствие. Что касается второго произведения Рихарда Штрауса «Кавалер Росс», то это произведение, не побоюсь этого слова, монументальное в своем мелодизме, в своей интерпретации вальсовости. И, конечно, сиита наполнена вот этими самыми знаменитыми австрийскими венскими вальсами. И, несмотря на то, что это чрезвычайно трудное произведение, оно очень положительно влияет и на психику, безусловно, слушателей, и на настроение. Что касается последнего произведения во втором отделении «Девятая симфония Дворжика», то это интереснейшее произведение. Для меня, опять же, это объединение двух континентов. Дворжик, приехав из Центральной Европы, с удивлением обнаружил, что та самая музыка, религиозные, в частности, гимны, которые протестанты поют в Центральной Европе, оказывается, на американской почве нашли свой отклик и стали спиричуэлсами, стали настолько же популярны, насколько они популярны в Чехии. И на основе вот этого спиричуэлса одного из них Дворжик написал свою знаменитую вторую часть этой симфонии. Ну и, в принципе, симфония имела такой колоссальный успех, она написана в 1893 году, она имела такой колоссальный успех, что ее вынуждены были повторять много-много раз. И именно этот успех был связан с тем, что американцы услышали то, к чему они в основном привыкли, но слегка в другом преломлении. Впервые на Омской сцене один из лучших региональных оркестров России Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Блестящие исполнительские традиции, ярчайшие шедевры европейской классики. 6 октября в концертном зале филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok